Всем привет! Если раньше необходимо было читать романы Толстого, Чехова и так далее, чтобы что-то обсудить, либо газеты, то сейчас современные медийные персоны-блогеры сами дают нам почву для обсуждения размышлений. Сегодня я бы хотела поговорить, обсудить развод Саши Бо. Она очень рассказала многое, сама того не заметив, о причинах булимии, о том, каков ее муж по психотипу. Я хочу с вами это обсудить. Также пишите в комментариях, что думаете вы. Саша Бо прожили с Игорем ее мужем больше шести лет. В начале все было хорошо. Якобы Игорь вначале зарабатывал радиоведущим и вел корпоративы и свадьбы. Однако есть большая разница работать меньше, но работать и вообще не работать и сидеть дома на шее в жены. Быть может это имеет ввиду Саша? Когда вы познакомились, он был ведущим мероприятий. Продолжал ли он этим заниматься все эти годы? В отношениях всегда есть баланс. Это то, сколько каждый из пары вкладывает, какой обмен происходит. И это очень важно. Если в паре один начинает зарабатывать, а второй просто лежит на диване, ну понятно, что будут конфликты. Быть может это и взбесило Сашу Бо и испортило их отношения. Я хотела, чтобы он был дома. Я хотела, чтобы он никуда не ехал, потому что он ехал надолго. Веселье – это же как? Ты выезжаешь с ранку, готуешься до того веселья, потом саме веселье до ранку, он приезжает и потом целый день отсыпает. Я это взагалі нормально сприйняла. Да, допоможи мне краще с дитиною. Никуда не едь, будь дома. Я ж буду скучать. Эта фраза говорит мне о том, что у Саши Бо есть проблемы с эмоциональным регулированием. Это когда в данном случае девушка для регуляции своих эмоций очень хочет раствориться в ближнем любимом человеке. Она говорит, что он бросил работу, она говорит, ну окей, я хотела бы с ним рядом, мне с ним было легче. На каком-то моменте возникла ситуация, что она действительно была эмоционально слита с ним. А это уже эмоциональная зависимость, любовная зависимость, как это называют, это заболевание, это тоже нужно прорабатывать с психологом, ну либо с психиатром. Судя по рассказу Саши, ее муж явно нарцисс. В его характере очень сильно проявлены психопатические черты. Об этом мы поговорим далее. Но как же Саша могла попасться на удочку к такому человеку, как она вступила с ним в отношениях? Конечно, все объясняет история ее детства. В 15 лет Саша узнала, что отец ее ей не родной. Это произвело, конечно же, эффект разорвавшейся бомбы. Но, обратите внимание, она не стала поддерживать отношения с настоящим отцом. В 15-е годы пишет мне какой-то дядя, говорит, Саша, привет, давно хотел тебе написать, я там тарапор и я твитат. А мне мама в 15-е годы мне сказала, что это не митата. Не рекомендуется родителям скрывать историю происхождения своих детей, либо же семейные тайны. Также она говорит о том, что в детстве чувствовала стену между ней и приемным отцом, и не понимала, откуда эта стена. И я всегда маму питала, типа, я такие вражения, что я не ваша дитина, вы там меня сварите. При такой ситуации девочка могла чувствовать себя ненужной и нежеланной. А именно с такими внутренними установками девушки, вырастая, очень часто попадают на манипуляции нарциссов, психопатов, абьюзеров. Такими девушками очень удобно манипулировать, наступать на их границы. А девушки, желая себя почувствовать важными, ценными, совершенно этого не замечают. Когда абьюзер уже продавил границы, уже переходит все границы дозволенного, тогда, как в случае с Сашей, девушка может выйти из этих отношений. Сейчас мы разберем, какую паутину плел ее муж Игорь. Когда начались отношения Игоря, уже известные ведущие, а Саша, как я поняла, девушка из глубокой провинции. Вот представьте себе, что она ощущала. Конечно же, она была довольна таким знакомством, таким романом, включая ее в свои проекты, в том числе в YouTube. В это же время начинает ей говорить, чтобы она его почаще благодарила. После этого он начинает понижать ее самооценку, говоря о том, через время, что ее популярность, ее успех абсолютно в дело случая, а также начинает унижать ее разными словами. Это типичное поведение абьюзера, когда устроит паутину для своей жертвы. Вначале он ее заманивает красивой картинкой, шоколадно-букетным периодом, хорошим отношением. После этого он начинает точечно подавлять жертву, понижать ее самооценку. И потом жертва уже теряет абсолютно контакт с собой, со своим «Я». Жертва полностью попадает под влияние этого абьюзера. Жертва не может выйти, знаете, это как какой-то гипноз. Очень многие об этом рассказывают, жертвы абьюзеров. После того, как они поженились, Игорь продолжал подавлять самооценку жены, и Саша в это же время начинает зарабатывать. Вероятно, Игорь имел какие-то свои планы далеко идущие, но в Инстаграме больше популярность имеют женские блоги, а не мужские. Абсолютно частое явление, когда абьюзер садится на шею своей жертве, то есть начинает обеспечивать, абьюзер перестает работать, при этом всячески унижая жертву. То, что описывает Саша, это классическая картинка из учебников по психологии. Саша говорит о том, что у нее с 17 лет эпизоды булимии проявлялись. Часто говорит о страхе. Абьюзеры считывают страх жертвы, и это тот крючок, на который они ловят своих жертв, постепенно запугивая их все больше. И вот когда Саша стала бояться своей булимии, именно когда достигла успеха, вероятно, это некое табуирование в обществе, но дело не в том, что она боится булимии. Она, в принципе, тревожна, тревожный тип характера имеет, я считаю. Она тревожится, и не только по булимии, она вообще тревожится. Отсюда же этот перфекционизм, о котором она говорит, она тревожится сделать плохо. На эти крючки и давил ее абьюзер Игорь. Конечно же, если у человека есть базовый страх, абьюзеру очень легко этим пользоваться. И если Саша говорит о том, что в 17 лет была булимия, потом не стала, то вполне вероятно, отношения с Игорем усилили это состояние, потому что вначале она шла в эти отношения за укрытие, как в укрытие. Она шла за спокойствием, за прибежищем, она шла за вот этим состоянием утробы, в котором очень хорошо, комфортно, удобно. Посмотрите, как интересно. Ведь в паре всегда, как считается, встречаются два зеркала, ну или такие обратные зеркала. И если предположить, что Саша обладает такими же чертами характера, как и Игорь, она свои психопатические черты, она говорит, что раньше они ругались гораздо больше, она свои психопатические черты направляет в бизнес, в развитие, в заработок. Представить себе полководца любого войска, любого периода, не психопата, это невозможно. Ну, полководец, который говорит, дорогие мои, таким вялым, флегматичным голосом, пойдите, пожалуйста, не соблаговарите ли вы занять вот те позиции врага. Это будет не полководец, так невозможно. Полководец должен обладать психопатическими чертами характера. Но только если этот полководец эти черты характера принесет домой, он будет, конечно же, абьюзером. И если рассмотреть Сашин характер через Игоря, потому что почему-то они познакомились и сошлись в этой паре, вероятно, они схожи, то Саша очень грамотно направляет свои качества характера. Игорю это не удалось. Мало того, что он лишился работы, он перестал вести корпоративы, как говорит Саша, он не достиг успеха в Инстаграме. Более того, он, вероятно, белый, может быть, черный, с завистью завидовал жене. И если, например, Саша, я вижу, что она даже если и она имеет зависть, то она ее направляет куда? В развитие, в достижение и доказать всем. Она открывает салон, еще-еще бизнес. Игорь направляет свои зависти, негативные чувства в сторону семьи. Он срывает их на близком человеке. И об этом говорила еще мать Саши. О том, что у Игоря, отсутствует эмоциональная регуляция. Вероятно, у него есть эмоциональные качели. Это когда от плюса к минусу. Слова матери Игоря, Саша приводит пример, что Сашу, Игоря нельзя злить. То есть, вероятно, мать, воспитывая мальчика, очень сильно заботилась о нем. Старалась сделать все хорошо, чтобы все было. Это бич со временных родителей. Нарциссизм, как невроз современности. Потому что именно балование, удовлетворение всех потребностей еще до того, как ребенок захотел, приводит потом к нарциссизму. Приводит к отсутствию эмоциональной регуляции. Ребенок просто не знает, как себя вести, когда у него не все хорошо. Вот когда Саша не зарабатывала, а он был звездой, было все хорошо. Он был на троне. На таком же точно троне, хочу вас обратить внимание, он был у своей матери. Это мать, которая, вероятно, баловала, пестовала. Все бы хорошо, если бы она позволила мальчику прожить негативный эмоциональный опыт, неудачи, преодоление себя, преодоление проблем и позволить ему упасть с пьедесталов, с трона. Психопатические черты – это когда человек не говорит себе «стоп». Его мать не говорила «стоп». Это жуткий случай, когда Игорь таскал за волосы девушку, которая позволила себе писать нелицеприятные вещи про его жену Сашу. Я не понимаю, кстати, почему эта девушка не заявила в полицию, почему не началось дело. Такой человек остался безнаказанным. Он понимает, что ему сойдет с рук. Все, вначале его спрощала мать, теперь его прощает общество, и он не получал никакого отпора от своей жены многие годы. Такой человек усваивает, что мне все можно, я могу и дальше делать абьюз. Я не переживаю, все мне сойдет с рук. Я заметила, вот еще что. Вы знаете, мне кажется, Саша больше считает, что ей все должны. Вначале, когда она училась в меди, ей должны были врачи, а далее ей стал должен весь инстаграм, чтобы у нее не было хейтеров. Слушай, ну как она найти хейтера и практически ее там побить? Обратите внимание, что говорит Саша? Я так, когда у твоей женщины ложные схватки и она уже госпитализована через то, что кто-то пишет про твою дитину, что она там не такой ориентации, когда малюет на детях карикатури, а я на девятом месяце вот-вот маю рожать. Меня берут схватки, меня отвозят в лекарню через ней. Кто-то пишет? Саша склонна относиться к людям, судя по этой фразе, надменно, неуважительно. Она сама склонна обзывать людей. И что, что она ведет телеграм-канал? Это не значит, что ее надо бить или хватать за волосы. Это значит, что возможно обратиться в полицию за нарушение границ твоей личной жизни, и эта девушка была бы наказана. И молодец, мама. Нечего вестись на поводу у каких-то просто провокаторов. Минуточку. То есть Саша пустовид на самом деле такая мелкая, склочная натура? Ее характер вот такой, написать, пойти заявление на маму ее хейтера? Это как? То есть где уже такие законы, что за действия девушки. А девушка работает, значит, она совершеннолетняя. Где есть такие правила, что ходить писать заявления и ей этой Саши пустовид не было стыдно о том, что ее дочь хейтер Саши Бо. В голове не укладывается, что происходит в этой семье. Так ее нашли или случайно наткнулись? Саша Бо сама палится. Игорь, как тато, побоялся за меня, побоялся за дитину. Ему обидно за старшую дитину. И на другой день они приехали, и она хихикала как-то так. Игорь взял ее за волосы и сказал еще раз, ты учишь мою дитину, ты учишь мою жену, чтобы в ней были схватки, она была в лекарне. Я буду с твоей пиншим. Побоялся за ребенка и жену перед беззащитной тоненькой девушкой. Хейтеров, если аудитория миллионная, может быть несколько тысяч, среди них найдутся другие люди. Это, например, какой-то крепкий мужчина. Интересно, муж Саши Бо побоялся бы его или тоже пошел бы его за волосы хватать. Мне интересно, этот Игорь, он ко всем так хейтерам бегает по домам. То есть миллион побегов, так ему никогда работать, он за хейтерами Саши Бо бегает. Однако это показывает прекрасно характер этих супругов. Еще некоторые вещи, где Саша оговаривалась, либо проговаривалась, говорит о том, что там не все так чисто, как пытается показать сама блогер. В этой семье двойные стандарты. Такое отношение к жизни свойственно маленьким детям, когда они, имея опыт, когда они боги в своей колясочке и колыбельке у своих родителей выходят в жизнь, и если они не прожили уже опыта, когда из 90-х предистала родители, то эти детки уже, может быть, и 30, и 20, и 10 лет, они считают, что они достойны лучшего самого в жизни, а также недостойны того, чего они захотят. Если направить это качество характера в правильное русло, то такой ребеночек-божок может достичь очень больших высот. Но причем здесь медуниверситет, где свои правила, и педагог имел право на свою точку зрения, что действительно девушка, прикрываясь ребенком, вполне вероятно пропускает пары. Я считаю, педагог был прав. И хотя мы все можем предположить, что рассказ Саши Бо однобокий, и представлять только ее позицию, я считаю, что никто в этом мире не имеет права говорить, писать такие гадости, такие ужасные вещи, запугивать, как это делал ее муж. И сейчас он планирует в ближайшие дни выпустить интервью, где даст ответ Саше Бо о ее словах. Вы знаете, я его очень жду и планирую записать разбор. А пока что жду ваши комментарии, присылайте их. Что вы думаете, каково ваше мнение? Подписывайтесь на канал. Всего доброго!